Ключевой термин, на мой взгляд, это коммуникация. И сегодняшний ритейл, ну, конечно же, успешный ритейл, это умниканальный. Кто-то пришел из онлайна, кто-то начинает строить магазин, но умниканальность именно она на сегодняшний день видится обязательным форматом. Как молодая аудитория найдет вас и каким образом она будет с вами общаться, потому что сегодняшний день, ну, так и обойдут 12 столиц, и все, потому что их больше нет к кому. О цифровой технологии, ну, мы сейчас говорим, прежде всего, про игровые экраны, как часть, в действительности, ну, современных магазинов, современного пространства. Это именно инструмент коммуникации, и здорово, что сегодня обсуждаем эту тему как раз вместе и с разработчиками концептов, с вами и с коллегами, кто производит оборудование. Мы в этой компании вместе с ритейлером, и чувствуем себя такой, не знаю, гриллианты, там, свистой на елке, вот, за ним двигались в последний момент, иногда вообще оказывается, что это не елка, а пальма, каждый случай, не на что это все посадить, вот, но надо. Поэтому начну отвечать на твои вопросы. Когда приходить? Приходить тогда, когда вы только задумались, открыть свою очередь, когда вы запланировали создать новый концепт магазина, потому что создание фрифа на интеграцию экранов, как инструмента, коммуникации, продвижения с праздником, оно связано напрямую с разработкой концерта, игры, беременном оборудовании. Хуже всего это, когда чаще всего приходят, тогда, когда концерт готов, оборудование заказано, бриллианты открыты, две-три недели, вот, ну, про деньги я вообще совершенно не говорю, и дальше так нам нужен экран, так нам, ведь давайте, все равно нечем закрыть трубу, понимаете? Вот, поэтому, ну, это экстрим, он реально часто встречается, поэтому, конечно же, мы призываем и приглашаем, давайте смотреть на оборудовавших брендов, они много могли научить, научили и научили. Как бы не хотелось открыться быстрее, как бы не хотелось, не знаю, там, обрести справы технологии, к этому надо готовиться. И одну из своих задач, я вижу, в том, чтобы продать вам экраны. Я, прежде всего, хочу с вами понять, вы к этому готовы, потому что, если вы к этому не готовы, зачем вам тратить средства на решение, которое вы не можете на полус? Поэтому подход к цифровым технологиям – это история со смыслами. Изменения, которые дефиксируют, запрос, который мы чувствуем, и чувствуем уже нарастающий такой, как тренд в многих годах, это запрос на технологии со смыслом. И не просто нужен экран, для чего он нужен. Какая у тебя идея? Где источники контента? Вопрос не в том, сколько ты готов затратить на электричество, ты сколько хочешь заработать, сколько можешь. Потому что, если ты собираешься повесить экран в витрину и просто зафиксировать затраты на него и на электричество, ну, окей, можно сделать уход и привезти сдачу. Но если мы хотим привлечь внимание трафика, то нужен в действительности качественный экран. И одно и то же диагонали он будет стоить в два раза дороже. Но это совершенно по-другому будет выглядеть, потому что один из результатов пандемии. Мы столько времени провели с вами в гаджетах, а там такая классная картинка, что когда мы смотрим на что-то зернистое, неяркое, блёклое, с бликами, но это же тут же начинается восприятие, что, наверное, и предложения, которые будут внутри, будут соответствующего качества. Подсознание работает так. И по вызову звучит так. Нам нужен экран завтра большой, яркий и как можно дешевле. В тот момент, когда мы вместе с вами, надеюсь, начинаем анализировать готовность бизнеса к тому, чтобы использовать технологии, на первом же этапе мы делаем оценки верхнего уровня. То есть первичный запрос такой. Нам нужны идеи, какие экраны, в каких зонах, витрине, в кассе, в категории для нас эффективно будет применить. Что значит эффективно? Это означает, мы готовы к этому, у нас есть для этого возможности контент и готовность к коммуникации о чём-то. И второе, мы понимаем, что если это будет организовано, тогда мы сможем заработать. Мы вместе с вами на первом этапе строим бин-модель и эту оценку. Поэтому не важно, сколько стоит технология. Важно, что в вашем пин-плане, сколько вы хотите заработать. И таком неканальности. И в наших с вами уже типовых решениях, в наших с вами практиках мы часто знакомимся друг с другом, мы знакомимся с магазинами, мы знакомимся в онлайне. И это мега важно, чтобы та коммуникация, которая есть у вас в онлайн-витрине, перешла в онлайн. Потому что когда сейчас мы видим, как успешные владельцы интернет-магазинов открывают онлайн-магазины и не обеспечивают единство коммуникации, это же срыв шаблона. Когда человек приходит в это пространство, он не понимает, у него начинается выбор покупки заново. Мы сбиваем его таким образом, уже с подготовленного, возможно, какого-то решения, на новый анализ ассортимента. Есть несколько этапов, много точек касаний. Первый раз мы поговорили, когда разрабатывали идею концептами. Потом мы поговорили, когда дошли уже до такого оборудования, который дает интеграция. Параллельно с этим идет работа стиминга, отвечает за коммуникацию для того, чтобы проработать источники контента и наполнить пространство справы и поверхности теми смыслами, которые готовятся. Поэтому это не то, что следует, что сделали, а зашли все замечательные моменты. Это работа, причем неинперывная, потому что все очень быстро меняется. Лучшие решения очень быстро повторяются и копируются. Поэтому успех определяется, в том числе, и в скорости развития. И сегодня у нас было одно предложение, а завтра нам уже некоторый эффект другой. Поэтому, опять же, очень важный момент в технологиях – это посмотреть, что ты будешь делать с этим через 3-5 лет. Это полезный срок эксплуатации технологии. Если ты купил сегодня то, что завтра уже будет, то можно обратиться, посмотреть и удивиться. До сих пор устанавливают в магазинах, например, подсветодиодные экраны с, я имею в виду, внутри торгового центра, с шагом, например, 3-4 миллиметра. Но такие экраны устанавливались 5-7-10 лет назад. И, естественно, технологии развиваются и увеличиваются объемы мировых производств и поставки более высококачественного оборудования. Цены там, на самом деле, тоже, конечно, снижаются. И через год, через два его магазина будут просто проходить, потому что будут принимать его как несоответствующее предложение. Мы отталкиваемся в технологиях не от технических свойств – яркость, размер. Невозможно конкурировать. Невозможно. У всех могут быть большие экраны. Победит тот, кто подумает об этом заранее и подготовит смыслы, которые будут вложены в коммуникацию, в омниканальную. И сделает это в интеграции с специализированными компетенциями тех, кто разрабатывает дизайн концепта магазина, тех, кто разрабатывает торговое оборудование, тех, кто наполняет в том числе и технологии. Желаю вам в этом успеха.